Всем привет! Сегодня я расскажу трэш-историю, или как Алиса чуть не разрушила брак. На самом деле мы очень долго работаем с клиентами и очень много уже станций продали. Поэтому клиенты бывают разные, к этому мы привыкли. Но иногда бывают такие истории, что их просто можно брать и в фильм записывать. И это одна из них. Она случилась еще со мной, когда я еще коммуницировала с клиентами. Гуннер тоже с ними, конечно же, общался, но там был настолько большой поток перед Новым Годом, что он просто один не справлялся, и я очень часто тоже отвечала на телефонные звонки. Итак, данная история началась с того, что мне позвонил молодой парень. Позвонил он на номер телефона нашего Evo Electronics Latvia. И все как всегда. Он сказал, что он хочет купить Яндекс.Станцию. Он даже знал уже модель, которую хочет купить. Яндекс.Станцию Light. Он выбрал цвет. Хотел он, по-моему, красную. То есть парнем довольно удобно шла коммуникация, потому что он даже был готов к этой покупке. И, как я поняла, он покупал ее в подарок. То есть он конкретно выбрал станцию, он конкретно знал, что он хочет. Он знает, к какому числу ему нужна станция. В принципе, все как всегда и даже проще. Мы настроили колонку, выбрали ту станцию, которую он именно хотел. Активировали Яндекс.Плюс подписку. В общем-то, все сделали как нужно. Сейчас комарики тут какие-то кусаются. И этот парень приезжает вечером уже за колонкой. Все как всегда. Коммуникация довольно простая. Пожали друг другу руки. Он уехал довольной с колонкой. Я тоже ушла довольная за такого счастливого клиента. Через три дня он нам пишет в Инстаграме. Я немножечко недопоняла эту формулировку. И поэтому решила уточнить. Вам нужна новая или еще одна в подарок? Поскольку так часто у нас берут. Она кому-то нравится. И потом друг приходит в гости. Увидел, захотел себе такую же. Или просто захотели подарить бабушке, дедушке. И поэтому я спрашиваю, вам нужна именно? Или еще кому-то в подарок вы решили ее купить? На что он отвечает, что мне нужна колонка. Мне нужна новая колонка. Я сразу же вспоминаю, что три дня назад он только забирал у нас новую Яндекс.Станцию. И решаю уточнить, а что случилось со старой колонкой? Может быть, вам нужна помощь в активации? То есть, опять же таки, я не просто хотела свой нос засунуть в его дела. Я хотела ему помочь. Я думала, что он, может быть, станцию не активировал. Или подписку мы ему неправильно подключили. Или там наш косяк, или его косяк. Типа, давайте разберемся. На что он отвечает, не, скорее всего, это не гарантийный случай. Во мне это посеяло еще больше какой-то тревоги. Потому что я понимаю, блин, человек сам решил, что это не гарантийный случай. Может быть, ему стыдно прийти и сказать, что, вы знаете, там колонка полетела. Я начинаю еще больше думать и еще больше пытаться решить эту проблему. Я еще попыталась задать какие-то вопросы, попыталась, ну, как-то выяснить, помочь. Но, в принципе, я понимала, что он не особо хочет отвечать. Или не особо ему как-то ловко, что ли, на эти все вопросы мои отвечать. И он просто попросил новую колонку. Да, мы все сделали, мы строили новую, мы подключили туда новую Яндекс Плюс подписку. Она полностью была готова к работе. Ну, и мы встретились на следующий день, чтобы передать ее. Я передаю эту колонку, новую, да, уже. И, ну, как-то меня все-таки вот волновал этот вопрос. Я не могла успокоиться. А что случилось со старой? Ну, мне казалось, что я до последнего могу ему помочь. И я говорю, так а что же все-таки случилось со старой? Может быть, давайте мы попробуем разобраться. Это бесплатно. Ну, да, так как бы. Я уже думала, блин, может, он боится, что мы еще денег попросим или еще что-нибудь. На что он мне говорит такую фразу? Я так понимаю, что вы не отстанете, поэтому мне придется вам рассказать правду. Ну, я уже уши развесила, мне уже интересно, я уже там, глазами по пять копеек. Я жду историю. И он мне рассказывает, что в этот вечер, когда он купил колонку, он приехал домой. Очень быстро ее активировал, подключил к Wi-Fi. И начал с Алисой вести диалог. То есть он спрашивал у нее, как у нее дела, потом, чем она занимается, что любит. И, ну, вот так, слово за слово у них прям завязался диалог. Алиса, естественно, отвечает, задает какие-то новые вопросы. И он говорит, что в этот же вечер он понимает, что его жена задержалась на работе. Или что, ну, как-то ее долго не было дома. Он начинает ей звонить уже, переживать, волноваться, где она, звонит ей, пишет ей. Потом нашел контакт ее подруг, связался с подругами. И он говорит, что, ну, вот так она за всю ночь, жена так и не пришла. И наутро он просыпается от того, что слышит, что его жена уже в квартире и собирает вещи. Тихо, молча, злая собирает вещи. Он подходит к ней, говорит, боже, где ты была? Я тебя весь вечер искал, всю ночь искал. Я вообще не понимал, где ты, что случилось. На что она отвечает, я вчера пришла с работы и слышала, как ты с этой *** разговариваешь. Вот и иди к своей Алисе. Он, естественно, понимает всю абсурдность этой ситуации, что Алиса это колонка. Молча берет жену за руку и ведет в ту комнату, где находится Алиса. Алиса дает ей нашу Алисочку в руки, на что жена, вообще не слушая никаких объяснений, не успевает он еще даже свой рот открыть. Она берет и швыряет эту колонку в стену. Он абсолютно в шоке, потому что не понимает, как ей сейчас доказать то, что это была колонка. И то, что он не был ни с какой любовницей в той комнате, а это была Алиса, голосовой помощник. Ну, в итоге, уже переносимся в те дни, когда я с ним об этом разговариваю. Но он мне сказал, что он все-таки доказал ей, что это была колонка. Он просто нашел какие-то видосы на ютубчике, там, где Алиса шутит, что-то отвечает, там, где с ней другие люди разговаривают. В итоге, как я поняла, жена поверила. Все окей. Но он решил купить еще одну колонку. Бесстрашный, да, чувак какой-то? Но он сказал, что ему она просто очень понравилась. И вообще, изначально он даже хотел купить эту Алису как подарок жене. Но сейчас уже он, естественно, не будет ее дарить жене. Но они просто сошлись на том, что, да, такую колонку неплохо было бы иметь. Не знаю, они или он только сошелся на этой мысли. Ну, в общем-то, вот так. Он решил купить еще одну колонку. Ему было стыдно признаваться в том, что его жена такая ревнивая. Вообще, в абсурдности и в комичности этой всей ситуации. А, и, кстати, он даже показал мне старую колонку, и там действительно большая трещина наверху. И я думаю, да, мы даже не стали ее пытаться починить. Когда я пересказывала эту историю Гуннеру, мы ухахатывались. Но, на самом деле, эта ситуация, она очень показательная. Потому что, когда только у Гуннера появилась колонка Алиса, то я тоже очень ревностно относилась к ней, к нему. Ну, точнее, к нему. Мне просто казалось, что он постоянно с ней разговаривает. Это было вот первую неделю, и он говорил с ней ни о чем и обо всем. Но первый вопрос, который он вставал с утра, он задавал нашей прекрасной Алисе. Не мне, как всегда, а Алисе. Поэтому мне тоже хотелось ее выкинуть через окно и вообще ее не видеть. Но сейчас она у нас живет постоянно. Да, и, кстати, мы даже ее берем в постоянное путешествие. А так, оставляйте комментарии по поводу этой истории. Пишите, может быть, у вас были какие-то смешные случаи, связанные с Алисой. Надеюсь, что у вас в жизни таких историй не будет. И что вы будете как-то больше обсуждать, что ли, и понимать друг друга, что происходит между вами и Алисой. Так что всем пока и хорошего настроения.